На этом рынке из-за сибирской язвы Запорожской области спрос на говядину не снизился, утверждают продавцы. Но при выборе товара покупатели стали осторожней. Наталью история с инфицированным мясом не пугает. А я постоянно покупаю в одном месте. Но я знаю, что у нее все в порядке, документы все в порядке. Людмила торгует говядиной собственного производства, утверждают животные, выращенные в Макеевке. Прежде чем попасть на прилавок, мясо проходит не одну экспертизу. Ветеринарные врачи следят за кормом необходимыми справками и прививками. Прививочки, все это ветврачи делают, к нам приходится прививочки. Это регулярно проверяется, скотина, все как положено делается. За качество мяса на рынке следят в этой лаборатории. За последнюю неделю здесь проверили около 40 туз животных. Гарантию, что мясо обследовано и допущено в продажу, дает экспертное заключение. Мы отправляем, если хоть какое-то подозрение, в областную региональную лабораторию ветеринарную для исследования, для точного уточнения диагноза. И только после этого, если в случае подтверждения, конечно, у нас есть комплекс мероприятий, не допущение распространения этой инфекции. То есть тушу обязательно надо сжечь, провести комплексную дезинфекцию. Плохое обескровливание мяса, увеличение у животного селезенки и лимфоузлов. Так может выглядеть инфицированный товар, рассказывают в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме ветеринарной справки, на проверенном мясе должно быть клеймо. Сегодня в Макеевке усилен контроль на рынках, супермаркетах и колбасных цехах. Качество товара в этих учреждениях ветеринарные врачи гарантируют. Опасения вызывают магазины, стихийные рынки и владельцы крупного рогатого скота. Вся беда в том, что мы сегодня не уверены, что наши магазины не покупают вот так от подворного боя. Ведь данная телка, если бы она была привита от сибирской язвы, она бы не заболела. Значит, хозяин скрыл, он ее спрятал от ветеринарной службы, когда мы проводим обработки весеннее-осеннее. Дополнительную вакцинацию животных от сибирской язвы в Макеевке начнут в следующем месяце. Ветеринарные врачи советуют фермерам предоставить крупный рогатый скот для прививок. Заражение сибирской язвой могла спровоцировать засуха и жаркая погода. Попадание инфекции в организм животного возможно с кормом. Человеку болезнь передается при контакте с инфицированным мясом.